Кальвин Это значительнейшая фигура реформации После Лютера Всё равно после Лютера Я имею в виду не по времени, а вообще по значимости Лютер остаётся лидером Первопроходцем нет И потом ещё одна особенность Лютер сердцем искал Бога Кальвин прежде всего учёный У него железная логика С ним невозможно спорить Он иногда говорит безжалостные вещи, которые Лютер никогда не смог бы произнести И у него была железная дисциплина в церкви Он свою церковь воспитывал, чтобы они были христианами Он верил в это Лютер во всём видел, что это воля Божья, это дело Божье И он очень многие вещи видел, что человеку это невозможно сделать Это Бог делает Обличение, покаяние Мы будем с вами потом сравнивать ветеранское и кальвинистское Взгляд на вот эти все духовные закономерности Значит, годы жизни 1509-1564 Это француз, Кальвин француз Жан Кальвин Но он бежал из Франции, бежал в Швейцарию Потому что во Франции начались гонения на реформаторов И он уехал в Швейцарию Однако, значит, история такова Так же, как и отец Лютера Отец Кальвина хотел, чтобы сын был юристом И сделал такую карьеру И тот начал учиться на юриста И даже написал какую-то работу Исследование римского философа Сенека Но эта работа никем не была замечена Она потом и самому Кальвину уже не нравилась И он начал писать письмо Вот этому королю Франциск I, король Франции Кальвин стал заступаться за гонимых претестантов И королю объяснять, что это напрасно преследуете Это верующие люди, которые основываются на Библии Их верования, библейские верования И он начал все это объяснять Начал объяснять этому королю глупому По очень простым ее словами Я вам хочу сказать, что Кальвин легко читать Он адресовал этому королю, чтобы он понял И он начал им объяснять Суть десяти заповедей Суть моисеевых заповедей Суть нагорной проповеди Суть молитвы «Отче наш» Эта структура называется Это наставление в вере И он начал вот эти простые вещи Простым языком очень глубоко объяснять Но до короля это все не дошло Однако, почему я все это вам упоминаю В 1535 году он, собственно, написал наставление В христианской вере Примерно это одна пятая часть окончательного объема Он будет всю жизнь писать и добавлять И сейчас у нас четыре тома толстых И он отправился в Старатбург Это центр учености с богатейшей библиотекой И он собирался там заниматься учеными трудами Может быть, продолжать эти наставления в христианской вере Отправился он в Старатбург По дороге он заехал в Женеву В Женеве реформатором был вот этот человек Фарель Гильом Фарель Он так обрадовался, когда увидел Кальвина Он говорит, что Бог прислал мне Ты будешь мне помощником Я один не справляюсь Здесь нужно проповедовать народу, объяснять Защищаться надо, обличать надо Я один не справляюсь Оставайся, будешь мне помощником Надо церковь формировать Надо церковь воспитывать Кальвин говорит У меня свои дела в Старатбурге Я намерен туда ехать У меня свои личные планы В мои планы не входит оставаться с тобой в Женеве Ну тогда Фарель сказал ему знаменитую фразу Которая в Библии встречается Если ты это не сделаешь, Бог пошел другого, а ты не наказан Ну и тот, испугавшись, остался И он по-честному сел и стал трудиться Над определением Какова должна быть церковь Какой должен быть город Какой должен быть И значит, какие наказания Какая дисциплина Какая все В общем, Женевцы изгнали Кальвина Выгнали они его Выгнали Потому что он им такие условия поставил Вы понимаете ли Он же будет наказывать за сон в церкви За то же ты Побыл на собрании И не можешь проповедь пересказать Ты чем слушал? Каким местом ты слушал? Почему ты не можешь рассказать На учении? Потом, значит, он, конечно Это против выпивок Против танцев Против лёгкой жизни Что-то святая церковь должна быть И церковь его выгнула Он сказал Ну, что же, поеду в Страсбург Как я и собирался И он поехал в Страсбург Знаете, тот фарель Это был такой эпизод его жизни В Страсбурге Он занимался библиотеки Учёные разговоры Вёл Но вы знаете, что Это было с 37-го по 38-й Два года был в Страсбурге А потом Тут есть перерыв такой 38-й по 41-й год Он в Страсбурге нашёл Французскую общину Дело в том, что город его Это город Женева Женева – город Кальвина Но в такой же степени Его детище – это французские гугеноты Он занимался французской общиной Французскими гугенотами И он впоследствии Впоследствии он создаст вероисповедание Для французских верующих протестантов Ведь Франция Французы по-иному галлы Галлия Это будет галлиганское вероисповедание Национальное вероисповедание Для гугенотов Но это позже Пока он назидает французскую общину Там, в Страсбурге И вот он получает послание От церкви в Женеве Эти агрессивные кантоны католические Грозят взять Женеву Восстановить там Католическое богослужение Репрессии применить К верующим протестантам И в общем церковь Возапила Кальвину Возвращайся Потому что мы в реальной опасности У нас может восстановиться католичество Возвращайся Мы согласны на все условия На всю ту дисциплину И он вернулся Он вернулся в 41-м году И до 63-го года Пойти до конца своих дней До конца дней Да, в 64-е он умрет Он будет фактическим руководителем Женевы И будет формировать город В котором проездом Нет, вернее, один год там пробудет Реформатор Шотландии Джон Нокс Который один год будет учиться В его академии Академии И он поживет этот год в Женеве И он скажет, что это рай на земле Это приветливые люди Это безопасность на улицах Это здравое учение Это благоговейное поведение в церкви Этот мир и порядок в семьях То есть это рай на земле О чем только можно мечтать Но это он побывал уже Когда была академия создана Это будет в 59-м году То есть сильно позже Того времени, как он приехал А когда он приехал Он застал город Вот в этом коротеньком фильме Что у него есть Если у нас будет возможность Мы сегодня посмотрим его Там показана вот эта такая Когда из-за куста бросают Камни в стекла разбивают Когда идут же, идет женщина И падает, она пьяная Потому что на ногах не держится Ну такой вот город И вот он взял в руки его И первым делом это началось с церкви Он начал заниматься церковью Его было убеждение Что церковь нужно и должна воспитывать И добиваться Благочестия, благоговения Вы понимаете ли И его учение о предопределении Его учение, что Очень жесткое учение Что если ты забываешь проповеди Если ты спишь на собрании То ты проклятый вообще И ты Царства Божия не достигнешь Ты не можешь спасенным быть Понимаете ли? То есть если спасение твое Это совершает Бог Конечно Но видно оно в твоем поведении Если ты сомневаешься Или не слушаешься Или забываешь Или не брежен Так ты не спасенный И вот это очень сильно Все хотели быть спасенными Никто не хотел в Атыки Это очень держало Вот в общем Ну и значит Его главное дело жизни Он закончил этот труд Свой наставление Вере Создал Академию В 1559 году И вот выпускники ее Если кто читал мою книжечку Там я цитату провела Надо ли доставать мне Почитать это Даже цитату Два месяца маленькую книжечку Сейчас вам найду Мне уж очень понравилось Понравилась эта характеристика Значит Кальвинизм создал новый тип людей Сыгравших огромную роль Не только в религиозной жизни Европы и Америки Но и в экономическом перевороте В политических бурях Начала капитализма И вот как характеризует Этих новых людей Сторонний наблюдатель То есть со стороны Он смотрит это Эти люди Отличавшиеся от окружающих Темной простой одеждой Коротко стриженными волосами Суровой внешностью Неразговорчивостью Враждебные всем удовольствием Всем искусством Вечно с молитвой, псалмом Или текстом писания на устах Повсюду несли уверенность В правоте своего дела И колоссально концентрированную энергию Подстегиваемую Сознанием греховности Каждого часа Проведенного без пользы И трудов Во славу Божию Этот подсказчик наших братьев Написан без сочувствия Вы чувствуете так Недружелюбно написан Но все его черты Они близки Нашему сердцу Сомнение Это дело сатаны Говорил Кальвин Характеризовал предопределение Как предвечный промысел Божий Большое дело Начинается с малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminary.com Женева Стала ведь символом В Женеве В всех линейной конференции Дух Женевы В Женеве все банки Все прятят свои богатства Там не было Столетий Там не было войн Не было разрушений То есть Это Это все дух Женевы Это все сделало То, что там был кабель И тоже так Там далеко, конечно Не кальвинистская Женева Сейчас Там И голубые бродят И еще там Занятные вещи происходят Но Вы понимаете ли Что Очень долгое время Действовало Вот это дух Женевы Особенный Который там Было Так вот Первое слово Англочепана Это Это Что имеется То-то Полное Тотальное Погибшийся человек Погибшись Развращенность Все погибло Падшись Погибшись Падшись И Полное Жутка полная Падшая воля Разум Чувства Воображение Память Что Вы понимаете То есть Что мы помним Или что мы запоминаем Это тоже Падшая Затем Что Наша воля Хочет Воображение Какие картины Нам рисуют Вы поняли Нет Все Падшее Полное Тотальное Дальше Тюльпанты Идем Да Это Незаслуженное Благодать Небусловленное Благодать Ничем Но обусловленное Анкодишн Никакой Никаких Кондитий Незаслуженное Небезусловное Незаслуженное Благодать Ни почему Причины нету Условий нету Не потому что я Самый парший Не потому что Родители Не потому что Я какие-то дела Добрые сделал Это то что Лютер Выражал Словами Вопреки Тому что Несмотря на то что Вопреки Тому что Совершенно А это слово Limited Ограниченное Ограниченное Искупление Потому что Это Незаслуженная Благодать Извивается Не на всех Людей А кто-то Ее получает А кто-то Ее не получает Благодать Он понимал То же Что это Общение С Богом И кто-то Входит в эти Тесные отношения С Богом Приденяется За крестом Кто-то Нет Это Ограниченное Искупление Вот мы сейчас Вокруг этого И будем беседовать Ограниченное Искупление Ну потому что Простым Открытым взором Смотрит Карвин Он видит Этот человек Спасенный Возрожденный А этот нет Где причина Где Искап Первую причину Ну вот Значит Бог этих Избирает Этих Не избирает Ну Это мы еще Обсудим Так А Любимейшее Мое слово Непреодолимое И резистопол Нельзя Сопротивляться Богодать Непреодолимое Богодать То есть Когда Бог Касается Твоего сердца Сопротивляться Этому Невозможно Ты Сдаешься Ты Побежден Ты Божья Милость Тебя Охватывает Теснит Тебя Я где-то Такое Интересное Песнение Читала Вот это Охватывает Теснит Это Подобно Тому Как В час Пик Вы Чувствуете Себя В вагоне Когда Вас Со всех Сторон Жмут Вот Это Такое Значение Ты Небо Не денешься Благодать Она Тут Все Ребят Кругом Так А вот Это То Что Заставляло Всех Подтянуться Персеверус Или Терпение Или Настойчивость Святых Или Терпение Святых В смысле Настойчивости Если Все Это У тебя Есть Если Ты Вот Незаслуженное Избрание Получил То Ты Обязательно Будешь Настойчив В Своем Хождении Сохранять Будешь Это Благодать Искать Бога Свидеться Для него Трудиться Для него Ходить По его Путям Учиться Его Путям В Библии Проникаться Вы понимаете Если Если Этого Нет То Ничего Это Тоже Нет Это Воображение Пустое Ты Поняли Какая Могучая Сила Заложена В этом Учении Просуждаем У Каллина Было Центральное Убеждение Все Богословия Вокруг Это Убеждение Это То Что Бог Ладыка Бог Ладыка Его Владычество Во Всем Суверенитет Суверенитет И Порить с ним Никак невозможно Кто Все сотворил Кто Всем Управляет Кто Все Направляет Кто В конце Концов Приведет К желанному Концу К Славе Своей Кто Сделает Так Что Преклонится Перед Христом Всякое Колено И Победа Будет Полная Это Все Предрешено Это Все В руках Божьих Он Владыка И Это Придавало Огромные Силы Переносить Любые Испытания Вот у меня Выписано Я Очень Я люблю Эту Его Фотографию Она У вас На книге Изображена Тоже Видно Человека Много Пострадавшего Он Болезненный Был Потом Вот Вы Прочитали Историю Женитьбы У него Как у него Там Ребенок Родился Как он Погиб Этот Ребенок Как он Сказал Я не знаю Насколько Родители Связывают Дети Но я знаю Насколько Родители Связывает Мертвый Ребенок Вот Это Привело Его К известному Взгляду Его На Христианскую Жизнь Еще До Напечатания До Публикации У нас Наставления Это Христианская Жизнь Она Маленькой Брошюркой У нас Подавалась Везде Где Он Человек Ты в этой жизни Ты никак Не можешь Удобно Устроиться Если У тебя Жена Она Может быть Больная Как у него Получилось Если У тебя Здоровая Жена У тебя Могут Больные Дети Если У тебя Здоровая Жена И Здоровые Дети У тебя Нет денег Если У тебя Есть Деньги У тебя В общем Там Много Много То Ты Никак Не можешь В этой Жизни Удобно Устроиться Как бы Ты Не Старался Как Бо Ты Не Хотел Потому Что Во-первых Это Жизнь Греховная И Во-вторых Это Все Римя Причины И Следствия Вот Идея Предопределения У него От Того Факта Что Не Все Принимают Евангелие И В то же Время От Той Веры Что Бог Всемогущий И Находится Вне Закона То Если Бог Мог Бы Всех Обратить И Суждения Божьи Непостижимы Для Него Абсолютно Его Свобода И Спасение Всех Людей Или Как Так Лето И Ищите Нас В Поисковых Системах По Запросу ТВ Семинария Семинария